Начинаем с того, с чего обычно начинали с тобой. Что на тебя произвело на этой неделе наибольшие впечатления? Привет, господин Гладковского. Он же Слинарчук. Сам было показано, что весь этот наезд на Валерий Санча Зеленского закончится, где он пахнет керосином. Ну, насколько ты знаешь, ему определили, он может, в принципе, завтра уже выйти. Это не важно, потому что важна демонстрация того, что если Петр Алексеевич Порошенко считает, что у него там есть какие-то связи в Вашингтоне, Юрия Витальевича Устенко, ты знаешь, что на этой неделе издание The Hill. Да, конечно. Само название The Hill, это понимают не все. Потому что я был синхронным переводчиком с английского, и я был переводчиком первого лица, там, одного, неважно какого. Сейчас мы, поскольку я подписал 227-ю декларацию о том, что это нельзя разрешать 30 лет с момента. Это я тебе говорю в частном порядке, да. Говорю. Я очень надеюсь, что ты соблюдешь наши личные договоренности и не расскажешь в этом неговоре. Потому что это является уголовной статьей нарушение 227-й декларации. Говорю, кстати, у меня опасали. Я не смогу въезжать ни в одну страну мира. Если я скажу сейчас публично... Не надо говорить. Не надо говорить публично. ...чем переводчиком, а я был переводчиком-маханником одновременно. По одной единственной причине, что я знаю английский и французский языки одновременно, и я слушал, что там, так сказать, говорится по-французски. Так вот, если возвращаться к событиям в Украине. Если возвращаться к Олегу Гладковскому. Он же Свинарчук. Почему он Олег? Он Игорь, по-моему, нет? Олег, да. Олег. Я забыл. Знаешь, я как-то не очень интересуюсь именами ничтожеств. Вот Наталья Уваченко, я знаю хорошо. Юрий Витальевич Луценко дал интервью изданию The Hill. Hill – это, по-моему, английский означает «холм». Это очень важное название, потому что сама Америка – это сидящий город на холме. И даже капиталистский холм называется Capital Hill. В этом интервью он рассказал, что президент Барак Обам дал указание. Ты читал это интервью, нет? Да, я читала его. Да. Я дал указание, соответственно, не преследовать каких-то определенных людей в Украине. Ну, мне кажется, что это большая политическая ошибка, потому что это уже прямое объявление войны Украиной, эстаблишено до Северных Штатов Америки, а это уже, так сказать, некоторый перебор. Вот этого делать нельзя. Стас, да я призываю все-таки тебя вернуться к событиям Гладковский, Пашинский и еще некоторые другие люди. То есть, почему я так настаиваю на этом? Потому что есть ряд людей, ряд эстаблишмента, которые недовольны работой прокурора Ибашапка. Но вот они говорят, в частности, о том, что вся эта история с Гладковским – это просто фарс. Потому что завтра он выйдет под очень, ну, там, 10 миллионов гривен залога. Это, согласись, для Гладковского... Я думаю, что поддержка Гладковского свободы. Пусть выходит. Дело не в этом. Дело в том, что совершенно точно заявлено, и это абсолютно правильный политический шаг, что так делать нельзя. То, что придумал Петр Алексеевич Порошенко, чтобы через Вашингтон и Дональда Трампа давить на Зеленского – это полная ерунда. Если бы были нормальные политические советники, они никогда не допустили это. Ну, вот некоторые люди пишут в Телеграме следующее. Смотри, это прямо только что появилось. Сейчас тебе прочитаешь. Появилось сведение о том, что господин Порошенко вывозит из своего особняка в козине все свое имущество, мебель, картины и так далее. Есть одна приятница, может быть, ты ее не знаешь, ее зовут Наталья Влащенко, с которой мы это обсуждали несколько уже программ подряд. Сейчас он едет в Испанию. Конечно, естественно. А куда деваться-то? Все, посадят сейчас, посадят, посадят. Ну, то есть ты думаешь, что он готовится к отъезду все-таки? Нет, Ниночка, ты мне сейчас сказала. Рефлексируешь то, что ты говоришь? Ну, официально, посмотри, официальная версия, он просто меняет место жительства. Он говорит о том, что он переезжает жить в другой дом. Ну, и никуда не собираются уезжать. Он в два фракции, он в интерпарке и так далее. Если он считает себя идиотами, то мы эту версию поддержим. И я сейчас посмотрю еще в потолок, чтобы не было выделенного рождения моего глаз. Конечно, он собирается переезжать в Испанию. Потому что он прекрасно, понимаешь, его посадят. Владимир Александрович Зеленский, посадят его, конечно. На этой неделе шла достаточно активная борьба в Верховной Раде. И произошли такие первые стычки между депутатами «Слуги народа» и премьер-министром... Они, в общем-то, активно протестовали против некоторых законов. В частности, против закона, который предполагает реструктизацию нафтогаза и передачи его или части нафтогазов в приватные руки, в частные руки. Ну и так далее. Это было достаточно много нестыковых. Приватные руки – это говорится по фрейду. Может быть, ты понимаешь, что я имел в виду? Ну, хорошо. Как будет дальше идти этот процесс, с твоей точки зрения? С моей точки зрения, мы неоднократно обсуждали с одной моей приятельницей, которую ты не знаешь, Натальей Влаченко, в программе «Навило», что раскол фракции «Слуги народа» неизбежен и довольно быстро. Потому что она сформирована из группы представляющих разный интерес. И поэтому, как сказал, что передачу в приватные руки означало не только передачу в частные руки. А меня больше в этой ситуации волнует даже не судьба фракции «Слуга народа», а судьба правительства. Потому что все время раздается голос о том, что этому правительству год 8 месяцев максимум и так далее, что это какое-то переходное правительство, потому что сейчас нужно рисовать судьбу земли, сейчас нужно министру Милованову передать. Это тоже очень сильная оговорка по Фрейду. Даже Дональд Трамп не может решить судьбу земли. Ну, не хватай меня за язык, пожалуйста. Ты же понимаешь, судьбу земельной реформы. Мы хотим судьбу, чтобы я хватал тебя за язык. У меня физически нет такой возможности, но приходится... А ты отцитируешь Стирлица, понимаешь, он так говорил в известном фильме. Поэтому насколько, вот как ты считаешь, насколько... Потому что есть очень много теперь, как бы, да, много претензий к Милованову, который готовит к приватизации, там, практически все важные государственные и большие, да, предприятия. Я считаю, что это совершенно правильно, да. У которого есть свой вариант приватизационной реформы, там, земельной реформы. Но, знаешь, в Украине как бы не все согласны с тем, как это предполагают делать, потому что... То ни с кем не согласны. Вопрос в том, сможешь ли продавить собственные решения. В этом весь смысл жизни, да. Я считаю, что безусловно Украина заинтересована в том, объективно. Не субъективно, как кто-то думает, да, объективно. Чтобы все-таки приватизацию провести. Потому что именно отсутствие приватизации и позволяло олигархам контролировать ключевые отрасли украинской экономики. Поскольку они же не были собственниками предприятия, они контролировали финансовые потоки. Ты помнишь прекрасный закон о приватизации Укр-Рут-Прома? Помнишь эту историю? Ну, конечно. Таких историй было очень много. Ну, ты понимаешь, оппоненты этой реформы говорят о том, что на самом деле такие предприятия, как Укрспирт, они вполне, ну и остальные, да, там, ОПЗ и так далее. Они вполне прибыльные предприятия. Если остановить коррупцию, которую, ну, остановить ее можно там политическим решением, то зачем их отдавать? Тем более, что сейчас есть опасность, что их отдадут за две копейки. Абсолютно, да. Зачем отдавать за две копейки? Вот когда премьер-министром России был Михаил Михайлович Касьянов, мой приятель, в предприятии продавали за полную рыночную стоимость. Почему их отдавать за две копейки-то? Но у нас же проголосован закон о том, что можно там давать на 10 лет, да, там, на 15 лет, на 50 лет. Вот эту истерику надо прекратить. Вот такая будет ползучая приватизация по факту. Абсолютно истерику прекратить, потому что, понимаешь, что, ну, так надо продать их за реальную рыночную стоимость. А что же там сложного? Вызывается аудитор международный, да, там, Купер Андерсон, я просто не помню, какие сейчас, поскольку эти аудиторы все время сливаются, разливаются, я не помню, как называются они сейчас, да, Кунг. И они проводят оценку предприятия, и предприятие продает за ту стоимость, за которую она реально стоит. Что? Которую, вы просили, за которую. Которую она реально стоит. В чем же сложность этого процесса? В том, что все хотят бесплатно получить объект? Да. Хотят все. Хотят все обмануть нацию. Да, естественно. Но только можно не обмануть нацию. Для этого власти существует. Нужно просто оценить реальное предприятие и продать его за рыночную стоимость. Почему, с твоей точки зрения, не получается разведение войск? Кто виноват, да? Потому что, с одной стороны, такое впечатление создается, что Россия все-таки мало контролирует то, что сейчас происходит на Востоке, да? У них там какие-то свои представления об этом. Конец, ну, конец Белковского услышали, и в том числе с помощью программы Лаченко. Да, она мало контролирует то, что там происходит. Да, она мало контролирует, к сожалению. Потому что вся эта энергия агрессии, которая существует, она, в общем, не очень ориентируется на Россию. Когда человек просыпается после 13 тысяч трупов, он не очень думает о том, чтобы позвонить в Кремль. Он потом думает, после обеда. Но с утра он не думает о том, чтобы позвонить в Кремль. Идет и убивает очередного украинца, да. И эту логику отменить нельзя, к сожалению. Ну, что сделаешь? Это логика войны. Это все полностью описал Хемингуэй. Но если это так, Стас, то тогда получается, что у нас впереди еще долгие годы вот этой серой зоны, долгие годы войны и так далее. Никакая формула Станмайера работать не будет там. Естественно, не будет. Поэтому Владимир Александрович Зеленский так легко ее подписал. Он всегда очень легко согласится с тем, чего не будет. Владимир Александрович в этом смысле абсолютно прав. Если ты не будешь жить женщиной, так пообещаешь, что будешь в ней жить. Но тогда речи будут... Насколько я знаю, он сказал, что если в течение года не удастся решить эту ситуацию, то тогда придется строить стену. Это болтовня. Никой стены не будет. Ну, болтовня тоже к предыдущим мужикам, понимаешь? Ты считаешь, что это тоже не решение вопроса? Нет, никой стены не будет. Это можно рассуждать об этом, так сказать, можно болтать об этом. Ну, как устроено. Вот, например, скажем так, я сейчас скажу, чем обсякаем. Адама к тебе пристает. Ты идешь не по улице. И она говорит, ты должен на мне жениться. Ты говоришь, да-да, конечно, женись завтра. Надо придумать, как бы избежать выполнения этого обещания. Вот то, чем сейчас занимается Владимир Александрович. Я тебя вернула от гендерных фантазий. А в реальности Коломойский... К сожалению, это не фантазия. Да, все. В реальности Коломойский, между Коломойскими и Ахметовым продолжают обостряться отношения. Вот эти события, которые связаны с Центром Энерго, с закупкой российской электроэнергии и так далее, и так далее. Они, как бы, ну, как кажется... По-моему, есть колоссальный комплекс претензий к Геннаду Леонидовичу Ахметову. В свое время Игорь Валерьевич сказал, что всякий вид спорта должен быть устроен по правилам. Вот мы играем или в футбол, или в волейбол, но не одновременно. Не одновременно. Кстати, я проявил в словаре, что можно говорить одновременно и одновременно. Потому что меня все критикуют за то, что я ставлю там слово «дарение» не в нужном месте. Соответственно, он хочет отомстить Рената Леонидовичу. И он хочет мне все отобрать. Но Ренат Леонидович не отдаст. Поэтому сейчас мы наблюдаем вот такую странную игру. Как Игорь Валерьевич собирается отобрать у Ренат Леонидовича всю собственность. А Ренат Леонидович ему не отдаст. Это прекрасно. Это театр. Ренат Леонидович такой талантливый человек, который при любой власти всегда не просто сохранял свой бизнес, но его и развивал всячески. И делал он по очень простому способу. Он просто брал власть подельники, в партнеры деловые. И, конечно же, у него все было хорошо. Удастся ли ему в этот раз так поступить, как ты считаешь? Неизвестно. Потому что если ему это удастся, то значит новая власть не состоялась. Я бы так сказал. Понимаешь, Ренат Леонидович татарин. А татарская психология, это особенно то, что еврейская психология. Сейчас еще происходит поединок евреи с татарином. Игорь Валерьевич с Ренат Леонидовичем. Татарин очень хорошо умеет вот это все разводить. Он говорит, прийти и сказать, ой, знаете, как я вас люблю. Я любил вас всегда. Пожалуйста, если можно, оставь с ним все, что у меня есть. И дайте еще больше. На этом был построен татар-монгольский Игорь на Руси. Посмотрим. Но Игорь Валерьевич тоже непростой чувак. Потому что придумать концепцию, что он стал губернатором Днепропетровской области, и практически остановил вторжение, которое, правда, не планировалось. Это был немножко блефов во всей истории. Значит, это тоже не хреновый вариант. Посмотрим, что будет. Ну, что будет. Надо сказать точно, когда так происходит, такая битва гигант. А мы как бы простыли и простыли, да? Ну, это значит, что он проиграл в Лондоне суд по Приватбанку. К тому же в Украине здесь тоже суд приостановил, по крайней мере, осмотрение дела по возврату акций Приватбанка. Потому что он и его деловой партнер Багалюбов требуют возврата акций. А что случилось, да? Все эксперты это связывают с тем, что Украина хочет получить очередной транш Международного валютного фонда. А Международный валютный фонд категорически против возврата каких-то акций Коломойскому. А уж потом, возможно, это дело как-то будет дальше развиваться. Пока оно приостановлено. Это такая тактическая хитрость? Или все же... Международный валютный фонд полностью подчиняет США и президенту Трампу. Если, говорю, называть вещи своими именами. Поэтому вопрос в том, если президент Владимир Александрович Зеленский выдаст весь компромат на Владимира Вастуина. Красиво, господи. Я говорю по Фрейду. На Джозефа Байдена и Хантера Байдена. Все транс разморозятся. Если нет, нет. Ну, конечно, меня очень интересует... Ну, и Ахметов, как мы с тобой говорили в прошлой передаче, это все для американского истеблишмента. Ну, являются люди, которые, ну да, о них что-то слышали. Это им кажется, что они имеют какое-то значение для американской политики. На самом деле, нет. Ну, во многих министерствах появляется опять огромное количество людей, советники, замы и так далее, которые у нас принято называть грантаедами. Люди, которые так или иначе аффилированы к американскому посольству, к американским общественным организациям и так далее. В интервью прислал, вот, простишь, я перебиваю The Hill, да, Игорь Итальчу Луценко, да, он рассказывает The Hill. Он рассказывает, что там, так сказать, Барака Обама и люди Сороса. Я тебе уверен, что ни Барак Обама. Я тебе уверен, потому что я научный редактор книжки его жены Мишель. Ни Джордж Сорос ничего не знает про существование Игорь Итальчу Луценко. Поэтому эта попытка, как говорил великий русский поэт Владимир Вишневский, «Спасибо мне, что есть я у тебя». Спасибо мне, что есть я у себя. У Вишневского так. Да, хорошо, хорошо, да, да, да. Нет, это все не имеет значения. Это просто, вот, скажем, просыпается Дональд Трамп и думает, как бы мне, так сказать, решить маленькую проблему с моим потенциальным оппонентом на выбор Джордж Сумбай. Ну, набирай там, говорит, соедините меня там с кем-нибудь. А с кем его соединили, он уже через пять минут и не помнит. К сожалению, с этим смириться. Это относится и к России тоже. Кто такой Путин-то не помнит, по большому счету. Ну, Путин он помнит, потому что Путин очень высоко. Все-таки, мне кажется, несколько вспоминает, когда напрягается. Хорошо, а мне очень интересует твоя оценка событий в Барселоне. Это интересно, потому что, ну, как бы, все мы знаем, что там годами и десятилетиями висят эти флаги, так называемые, сепаратистки на всех балконах. Но таких выступлений, наверное, за последние, там, я не знаю, 10-15-20 лет не было. Это рефлексия на Брексит. Потому что так можно. Всегда, собственно, сама судьба Европы, единая, состояла в конфликте между Наполеоном Бонапартом, который является создателем Евросоюза, безусловно. Потому что если бы Наполеон Бонапарт не был в войска везде и не расставил своих родственников по периметру, значит, королями, а он их расставил королями по периметру, что, собственно, его и погубило. Потому что он поставил королем Испании своего брата Жозефа, который является королем Хосе Первым официально. И это Хосе Первый его и сдал британцам. В общем, вся судьба Европы строится на конфликте между Евросоюзом и Британией. И это должно буквально не закончиться. Программа «Время Белковского», которая выходит в вышку вчера на радиостанции «Эхо Москвы» в 21.05. Очень подробно приведена цитата из книги Льюиса Керла «Алиса в зеркале», где содержится полный прогноз этой истории. Полнейший прогноз этой истории. Поэтому настал конец цитаты, что называется. Да, сейчас будет ассоциированный альянс США с Великобританией и будет отдельный Евросоюз. Он не развалится. У Льюиса Керла говорится, что Алисе, ей говорит «король». Можно Алисе в зеркале. Что ты должна раздать перу, прежде чем он нарезан. Вот никакой более точной метафоры происходящего я не читал никогда в 6. Все. Евросоюз станет Евросоюзом. Потому что он должен подчиняться Берлину и Париру. Сейчас из-за плохого самочувствия Ангела Меркеля контроль переходит к Менюэлю Макрону. Но это ситуативная ситуация. Потому что, естественно, потом он вернется в Германию обратно, когда найдется новый харизматический лидер Германии. А Великобритания, поскольку это Британская империя, она возвращается в состав новой Британской империи, то есть Соединенных Штатов Америки. Там все есть. Скажи мне, пожалуйста, за кем из украинских политиков, ну, кроме Зеленского, тебе интересно следить? Есть ли кто-то, кто привлекает его внимание? Или, может быть, группа какая-то людей, которая тебе кажется такой пролонгированной в будущее и имеющей большие какие-то ресурсы? Потому что я пытаюсь там нащупать среди всех людей кого-то, кто вот с этими ресурсами, и пока это я сделать не могу. Ну, во-первых, как я говорил еще некоторое время назад, мне очень интересна политика Анатолия Блаченко. Ну, ладно, это зависит от ее желания заниматься политикой. Потому что я считаю, что она весьма харизматична и достойна того, чтобы продвигаться в политике. И, мне кажется, одним ударом можно совершить. Ну, ладно, это не мое дело. Абсолютно мое. Во-вторых, Юлия Владимировна Тимошенко до сих пор еще, так сказать, живая и здорова. Ну, из младых я не знаю. Потому что, конечно, я очень мало бываю в Украине в последнее время. Поэтому я не нащупываю этого. Когда я бывал в Украине часто, тогда я точно видел поляну и понимал, с кем надо иметь дело. Если ты имеешь в виду Анатолия Ширия, про которого ты хотел со мной поговорить в прошлый раз. Ну, не в прошлый раз, мы несколько дней назад об этом говорили. Ну, просто он отреагировал на твои заявления о том, что он, ну, как ты сказал, ватный политик. Политикой он очень возмутился, потому что он сказал, что ни одного антиукраинского его высказания ты не найдешь. И, ну, Анатолий человек достаточно такой, обидчивый, я должна сказать. Поэтому ты как бы, ну, если ты сейчас хочешь об этом поговорить, то ты должен все равно объясниться, что там либо у тебя есть пример, либо, может быть, что-то другое. Я ни в коем случае не оскорблял Анатолия Ширия. Я говорил, что я не разделяю его взглядов. На мой взгляд, отношение одного человека к другому в формулировке «я не разделяю ваших взглядов» является оскорбительным. Так ли? Ну, конечно, так. Конечно, безусловно. Но ты же уточнил, какие взгляды ты не разделяешь. И именно это его очень обидело, потому что он считает, что у него нет антиукраинских взглядов. Очень хорошо. Тогда пусть он это докажет. И тогда он станет выдающим в украинской политике. А презумпция невиновности? Почему он должен доказывать? В терминах уголовного законодательства презумпция невиновности относится к уголовному законодательству. Если он хочет доказать, что нет уголовного... Он не должен вообще ни в чем убеждать меня. Потому что я для него никто. Я ни в коем случае не арбитр для него. Арбитром для него является украинский народ. Поэтому если он хочет доказать, что нет антиукраинского взгляда, то должен незамедленно обратиться к украинскому народу и доказать все. Все в его руках. Все информационные возможности. Ну, мы уже заговорили. Помнишь, из Ощенко есть такая книга «Неудачи», да? Я ее очень люблю и периодически перечитываю. Все время смеюсь, как идиотка. Потому что как будто я впервые ее читаю. Фантастический стилист. Прекрасный. Да, так вот. Если говорить об истории неудачи этой недели, то, мне кажется, страшно неудачное было посещение нашим премьер-министром группы... Ты знаешь, безусловно, этот скандал с Сукирой Парунат, которую многие считают группой нацистской, с какими-то текстами про... Слушай, премьер-министр Алексеевич Гончарук является премьером-ровесником моего второго сына. У него мозгов нет. Надо его вправить в мозги, он так делать не будет. Все, вопрос, ответ закончен. Ну, а как ты считаешь, в любом другом государстве, если премьер посетил вообще такое собрание, чем бы это закончилось для него? Полная оставка и крахом. Ну, это никак не влияет на политическую систему Украины, потому что вся она определяется сегодня одним только человеком. И, как говорил генерал Александр Иванович Шлебец, этого человека ты знаешь. Ну, по-моему, другого. Это человек, который мы все знаем, да. Хорошо. Ну, мы практически уже в финале. И если ты расскажешь какой-то новый, свежий анекдот, это будет очень круто. Нет, я должен еще раз сказать, что происходит в России перед тем, как закончится Украина. Слушаем, послушаем. Сценарий нашей программы. Да, значит, в России происходит следующее, что Владимир Иванович Путин все более интенсивно готовится к отставке по некоторым косвенным признакам. Это зависит от, как я уже говорил много раз, я очень прошу прощения, что я повторю это не один раз. Потому что мой друг Алексей Алексеевич Виндиктов все притикует меня за то, что я повторяюсь. Но я считаю, что по важным вопросам повторяться можно. Но в этом даже твоя сила. Это как бы, знаешь, я иногда это просто расцениваю. Да, как гипноз. Да, значит, все зависит от того, будет ли импичмент Дональда Джональевича Трампа. С одной стороны, я же, поскольку я читаю каждый день, я тратил 40 минут в день на чтение газеты New York Times и Twitter о Дональде Джональевича Трампа. 40 минут, и все знаешь. Всю мировую политику. 40 минут всего лишь. Вот можно потратить 40 минут на общение с какими-то делами, а можно 40 минут потратить на изучение всей мировой политики. Значит, там все понятно. Газета New York Times пишет, что импичмент неизбежен. Все, так сказать, что там нарушены 117 статей уголовного кодекса. Ну, 117 – это метафора уголовного кодекса. Дональд Джональевич отвечает, идите в жуку. Народ за меня. Я сделал несколько звонков за последние дни в Америку, моим друзьям. Ну, скажем так, я не хочу сказать, что эти друзья являются руководителем Америки, но они больше кое-что понимают. А они мне сказали, что никого импичмента не будет. Ну, что ты, старик? Ну, он обалдел. Весь народ за Трампа. Поэтому сейчас ждем. А я что говорила? У меня как раз была такая версия с самого начала, что народ за Трампа и никакого импичмента не будет. Наталья, дорогая, я создал с вами программу «Набиво», название, которое придумал не я, а Саша Кабанов, а Александр Николаевич Кабанов. Только потому, что я отношусь к вам с предельным уважением. Поэтому не настаивайте. Это и так очевидно. Вот. Поэтому там сейчас идет тварьево, и больше никто ничего скажет. Это главная история мировой политики. Вторая главная история мировой политики, которая сейчас происходит, это Гонконг. Потому что миллион человек вышли на улицы и попросили президента Дональда Трампа изъять Гонконг из состава Китайской Народной Республики. И это существенный вопрос. Потому что Гонконг, как бы, главный инвестиционный хаб мира. И если с ним что-то случится, то последствия будут довольно существенные. Это по сравнению со всем, что происходит и в России, и в Украине, вообще не имеет никакого значения. Но главное, что... И я думаю, что Владимир Ильич Путин сдаст всю эту историю, и в том числе и Гонконг. Ну, слушай, надо же как-то решить проблему Гонконга. А как ее решить-то? Надо немножко помочь войсками, чтобы ее решить. Конечно. Но я не буду сейчас говорить, как. Естественно, все решат японские войска. Смотрел фильм Гернарда Братолуччева «Последний император». Смотрел он очень давно. Поскольку это очень старый фильм. Да. Ты хочешь сказать, что ты не помнишь той детали, которую я сейчас хочу рассказать. И я сейчас расскажу эти детали. Когда император Пуи, последний император. Самое смешное, что у меня домработица. Венеция зовут Пуи. Она является полной тезкой последнего императора. В этом есть какой-то, вероятно, мистический смысл. Значит, сидит в кабинете. К нему заходит его японский известный секретарь. Потому что Япония же сделает государство Маньчжоуго, в котором она является императором фиктивным. Только он не понимает, что он фиктивный. Это колоссальная вообще метафора человека. То, что Бертолуччи сделал. Потому что человек не понимает, что он фикция. Что все решает Господь Бог. А он думает, что решает все человек. Ну, хорошо. Ну, пусть подумают. Значит, И говорит, Ваше Величество, подпишитесь, пожалуйста, о том, что все преподавание в государстве Маньчжоуго будет вести на японском языке. Он говорит, Я сейчас, я, в принципе, к этому готов, но это надо делать чуть позже, потому что императрица беременна. На что все китайцы отвечают. Да, и мы знаем даже от кого. От нашего японского водителя. Вот. Вот система отношений Японии к Китаю, она такая. Почему было принято решение... Мы ушли от Гонконга, Путина и так далее. Можешь как-то сейчас это свести все в один вывод какой-то? Вывод такой. Пакт будет заключен. Если Трампа не уберут. Все. Вот и весь вывод. Американский истеблишмент прийти с полной решимостью убрать Трампа. Газета New York Times пишет об этом каждый день. Газета New York Times – это великая сила. Поэтому если Трампа уберут, то пакта не будет. Если Трампа не уберут, пакт будет. А пакт имеет огромное значение и том числе для судеб Украины. Потому что тогда отдельный район Донецка и Луганской области возвращается в состав Украины полным объемом. Войска выводятся. Все такое. Крым остается в составе России. Владимир Александрович Желенский, не будучи идиотом, прекрасно это понимает. Макрон там бегает просто как зайчик, чтобы решить этот вопрос. Потому что почему он бегает как зайчик? Потому что ему очень важно принять этот Ангелин Меркель полномочия руководителя Европы. А если пакта не будет, тогда он не будет руководителем Европы. Все. Как говорит таки скучер Владимир Иванович Путин, истерику прекратил. Все, хорошо. Все, добрый. Хорошо, тогда опять финальный анекдот. Еще раз прошу. Хорошо. Ты знаешь, финального анекдота сейчас не будет. по одной единственной причине. Что в тебе происходящее очень не смешно. Сейчас решается судьба мира. И как-то у меня не настроение рассказывать. Финальный анекдот, несмотря на то, что безусходно с жанром, он является очень важной частью нашей программы. Ну что ж, будем тогда считать, что в этот раз обойдемся... В следующем программе я расскажу два анекдота в качестве компенсации за то, что я не рассказал анекдот в этот раз. Можно так сделать? Окей. Ну, в этой программе ты рассказал много других интересных вещей. Даже Бертолуча вспомнил. Поэтому я думаю, что это прекрасная компенсация за отсутствие финального анекдота. Как театроведу посмотреть так же, конечно, еще Джокера. Это я в прошлый раз говорил. Извини, что повторяюсь. Я посмотрела Джокера. И ты знаешь, как бы у меня... Мне это... Я не знаю, почему мне это показалось какой-то такой... Вот именно, знаешь, голливудской такой пропагандистской сказкой. Про то, что действительно... Это сказка про Трампа и Зеленского. Поэтому я бы не назвал его легковес. Я вот так. сформулировал это дело. А зеленые волосы это Трамп и Зеленский. Ну, посмотрим. Посмотрим. Не знаю. Я не уверена, что прямо Трамп и Зеленский. Но на самом деле Америка грозится ему миру и говорит, давайте лучше договариваться. Потому что, видите, если все наденут маски Джокера и начнут сжечь горло... Я расскажу сейчас. Я всегда обожаю, когда мне перескалывают мой же текст в качестве возражения. Это со мной очень часто бывает. То есть ты расскажешь мне мой же текст, но подтверждая мои слова, но только по-другому через запятую. Тебе должно быть приятно. Всегда, когда я тебя вижу, особенно, когда ты хорошо так увидишь, и не просто приятно, а архиприятно. И еще раз я тебя приглашаю специально, лично тебя, не вообще, не абстрактно, на спектакль Двиняя Крымова. Ты знаешь, Двиняя Крымова? Ну, конечно, да. Сына Анатолия Васильевича, я просто, Морис Гудунов. И Наталья Крымовой, прекрасного театроведа. Да. Я очень хорошо помню ее работы, ее статьи, ее фильмы, очень хорошо помню. Все, ура, товарищи. Поэтому сегодня мы находимся без финального анекдота, поскольку финальный анекдот происходит сегодня в мировой истории. И дай бог, чтобы по итогам этого анекдота мы рассмеялись, и чтобы у вас не было других эмоций. Согласна. Тогда до следующей, до следующей субботы. Ура. Продолжение следует...